МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир продолжает. Вести Ульяновск. В студии Гульнара Шарипова. Добрый день. И коротко о том, что ждет вас в сегодняшнем выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Минимальная доза облучения и более ясная картина исследования. В центральной городской больнице начал работать передвижной маммограф. Символ нерушимой многовековой дружбы. В Ульяновске открыли памятник чувашской письменности и отметили национальный праздник Акатуй. Алексей Русских продолжает контроль за развитием региона и выполнением его распоряжений в районах. Свою рабочую поездку в Майну губернатор начал со встречи с местными жителями. Репортаж Ирины Шмыговой. В последний раз губернатор приезжал в Майну в апреле. Тогда местные жители обратились к Алексею Русских с просьбой восстановить памятник, который пострадал от рук вандалов. И он сказал, такого вот числа я приеду, и мы возложим цветы. Герой Советского Союза Шпанов Михаил Петрович. Памятник отремонтировали. Спустя три недели Алексей Русских приехал вновь. Большое вам спасибо. Вам спасибо за инициативу. Потому что если есть инициатива, тогда и руководство включается, и все будет сделано. В этот раз за помощью к главе региона обратился Иршат Фадхуддинов. Год назад в его лесокомбинат пришла беда. Огонь уничтожил все производство. Оборудование, сырье и готовая продукция сгорели дотла. От котельной, которая отапливала сразу несколько цехов лесоперерабатывающего комбината, остались одни руины. Ровно за год руководителю удалось восстановить лишь один объект. Но и сегодня он работает без тепла. Комбинат вновь встал на рельсы и работает на полную мощность. В планах строительство новых цехов и закупка дополнительного оборудования. А это значит, что потребуются руки и появятся рабочие места. Власти готовы поддержать предпринимателя. Ульяновская область с 1 января 2022 года реализует древесину по средствам Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи. Поэтому предпринимателю будет предоставлена такая возможность приобрести необходимое сырье, воспользовавшись данной площадкой. Даже несмотря на трудности, местные жители активны. Объединяются в ТОСы и вместе делают жизнь вокруг лучше. Недавно в Майне появился Центр патриотического воспитания молодежи. Все делаем своими силами. И сейчас вот в данном центре проводятся мероприятия. Местные знают, если район будет развиваться, то молодежь не уедет за лучшей жизнью в город. Мозги и руки нужны перспективному поселку. Так считает и Юлия Тюрина. Она окончила медицинский факультет УЛГУ и вернулась на родину. Я 7 лет назад вернулась в свой родной край и нисколько не жалею об этом. А чтобы путь домой был приятнее, в районе только в этом году отремонтируют 7 километров дорог. И это лишь малая часть изменений, которые произойдут в Майинском районе уже в ближайшее время. Ирина Шмыгова и Александр Асохин. Вести Ульяновск. Из Майинского района. Медицина становится доступнее на селе. Благодаря акции «Воездная поликлиника» специалисты узкого профиля выезжают из города в муниципалитеты, чтобы на местах провести прием пациентов. Четыре района области уже позади. В этот раз врачи проехали консультировать и лечить жителей Чердоклинского района. Турне медицинской помощи по региону врачи акции не считают. Для них это уже плановая работа. С конца марта минимум два раза в месяц специалисты выезжают трудиться в села. Причем всегда в разные. Консультируют пациентов и выбирают тактику лечения. Благодаря выездной поликлинике медицинскую помощь получили уже свыше тысячи человек. Есть большие проблемы с обеспечением кадрами, особенно узкими специалистами, особенно в амбулаторном звене. В каждом муниципальном образовании. Поэтому заранее мы собираем потребности и пожелания муниципального образования, кого из узких специалистов они хотели бы видеть здесь. Чердоклинскому району как воздух нужны были кардиолог, онколог, невролог, хирург, гинеколог и эфтезиатор. Они все сегодня тут, в районной больнице. Принимают пациентов в поликлинике, осматривают тяжело больных в стационарах. На помощь приехали лучшие. Например, Евгения Преображенская, женщина-главный невролог региона. Я знаю, поликлиника это действительно важно, потому что такие пациенты, как я уже говорила выше, они зачастую не имеют возможности вообще показаться специалистом. По какой-либо причине. Либо по состоянию здоровья, либо, допустим, по каким-то своим социально-экономическим критериям, которые их ограничивают. Удобство акции подтверждает и Елена Зимкова. Она одной из первых получила консультацию приезжего узкого специалиста. Ее сюда направили местные врачи. Они сомневались в правильности поставленного диагноза. Два дня назад я почувствовала, что у меня предыдь в крови был, и ухудшилось состояние общее. И почувствовала тяжесть в голове. Мне бы хотелось обследоваться более обширно, поэтому это здорово, и я, если честно, вообще рада, что так получилось. Кроме помощи пациентам, городские врачи оказывают методическую поддержку местным докторам. Например, внедряют новые методики лечения. Надо отметить, акция «Выездная поликлиника» проходит под эгиды нацпроекта здравоохранения и программы модернизации первичного медицинского звена, благодаря которой в селах области открываются новые ФАПы, ремонтируются поликлиники и привлекаются к работе медицинские специалисты. Максим Бажанов, Александр Рассохин. Вести Ульяновск. Из Чердоклинского района. Ульяновские чуваши отметили Акатуй, открыли памятник национальному алфавиту и вместе с соседями из других регионов отпраздновали День дружбы народов. В честь события наш город посетил глава Чувашской республики Олег Николаев. Ульяновцев и гостей города встречает хоровод из людей в костюмах разных национальностей. Так в регионе отмечается День дружбы народов. В этом году он совпал с Акатуем, чувашским праздником плуга и земли. Он символизирует окончание весенних полевых работ. Проращивается зерно, потом сушится, молится, потом делается сусло. Воду я вожу из колодца беру, не водопроводную, но привожу. Именно почитание отца. Отец рыл колодец, вот из этого привожу специально. И читается специально есть молитва чувашская, пожеланием добра, мира, что все были здоровы, кто отведает это пиво. И пиво, бабушка говорила, надо варить на хорошее настроение. На Акатуе съехались народные творческие коллективы из Чувашии, Татарстана, Самарской и Оренбургской областей, а также из районов нашего региона. Такие народные гуляния раскрывают многовековые обычаи и традиции чувашского народа. Народ радуется, что соседние регионы сегодня вместе, тем более здесь очень много наших земляков проживает. И когда народ вместе, когда годы и другие национальности приходят, конечно, это несет такую радость. В этот же день был открыт памятник чувашскому алфавиту. Средства на него собирали всем миром. Чувашская письменность отметила свое 150-летие. Этот алфавит был создан выдающимся чувашским просветителем и гуманистом Иваном Яковлевым на основе русского. Только к нему было добавлено четыре буквы. Именно благодаря им мы передаем особенность. То есть, или чувашский язык приобретает свою особенность, мягкость, ну и, соответственно, текучесть, я бы так сказал, как его обычно отмечают другие, скажем, представители другой национальности, слушая наш язык. Одна из этих дополнительных четырех букв и воплотилась в памятнике. Но это не просто буква, это символ, символ миропонимания чувашского фольклора в чувашском фольклоре. Верхняя дуга символизирует солнце, нижняя дуга символизирует землю, и между ними мировая гора, соединяющая нижний мир с верхним миром. А вокруг кольцо – это символ гармонии и согласия. В такой праздничный день было подписано соглашение о сотрудничестве между нашим регионом и Чувашской республикой. Мы договорились, что будем более детально и предметно развивать в области экономики, в области культуры. У нас большой потенциал развития внутреннего туризма и в нашем регионе, и в Чувашской республике. Обязательно надо восстановить водный транспорт, водные сообщения. Я думаю, здесь тоже очень большая перспектива. В Ульяновской области проживает около 120 тысяч представителей чувашского народа. Практически десятая часть всего населения нашего региона. И подобное сотрудничество имеет большое значение для обоих субъектов федерации. Элла Шахова, Дамир Губеев, Вести Ульяновск. Это Вести Ульяновск, и мы продолжаем. До начала лета остаются считанные дни, и подготовка к купальному сезону в Ульяновске практически завершена. Например, дно рек возле самых популярных городских пляжей уже очищено от посторонних предметов. Арматур, стекла, коряк и прочего мусора, который может нанести вред жизни и здоровью отдыхающим. Этим занимаются водолазы поисково-спасательной службы. С начала недели начали. Сегодня уже крайний день. Получается пять дней. И три пляжа у нас. Центральный, Борьба и вот здесь Заволжский. Находим металлолом, разбитые бутылки, кирпичи. Много там покрышек затопленных. Обследование дна проходило на глубине до шести метров в зависимости от пляжа. Кроме сбора мусора, спасатели также проверили целостность дна, а в конце мая они установят ограждения и буйки в зонах отдыха. Одним из направлений нацпроекта образования в Ульяновске является цифровая образовательная среда. Эту задачу в регионе решают через запуск в областном центре так называемых IT-кубов. О первых результатах этой работы расскажет Эдуард Истомин. Мобильная разработка, кибершахматы, системное администрирование. Эти и другие направления в программе обучения детей в IT-клубе в Ленинском районе. Он на базе Ульяновского политеха. Ребята, нравится? С удовольствием ходите сюда? А сколько раз в неделю? Два раза. IT-клуб – это центр цифрового образования. Оно ведется по обучающим программам от крупнейших IT-компаний мира. В Кубе проводятся хакатоны. Это конкурсы среди проектов. Лучшие работы дети-студенты презентовали губернатору Алексея Русских. Вот, например, ученик. У него, например, английский в 18.00. Поэтому он не сможет попасть на все плюсы. Для того, чтобы ему было удобнее выбрать себе направление, существует это расписание. Своё приложение Максим Бойко разработал для родного IT-куба. С его помощью студенты центра могут следить за событиями и расписанием занятий. Либо записаться на новый курс обучения с помощью администратора. С Нового года началась разработка данного приложения. И в итоге оно доведено до почти релиза. Мы с папой разрабатывали именно вот эту серверную часть приложения. То есть, которая была написана на языке Java и Python. Папу Максима также пригласили на презентацию приложения. Ради такого случая Сергей Бойко отпросился с работы. Эстафету от его сына подхватил Вадим Павлов. Он рассказал о создании второго IT-куба в Засвияжье. А ещё анонсировал открытие третьего центра. Он появится этой осенью в Железнодорожном районе. Особенность обучения в IT-кубе как раз в том, что это не только стандартная образовательная программа, а это ещё проектная деятельность, которую мы любим. Наши успехи. И вот такие шахматы наш учащий стал чемпионом Леонидской области. Приверженность цифре продемонстрировал и Алексей Русских. Сразу после презентации он проголосовал за одну из идей по благоустройству парка Дружбы народов. К нему ведёт лестница от Краеведческого музея. Её можно сделать в монолитной бетонной, а можно из террасной доски. Не монолит бетонный нужен с учётом некой возможной оползневой ситуации. Ну его просто будет рвать. А террасная доска, во-первых, экологична, во-вторых, это и долговечно. И не будет вот таких проблем, что может быть с монолитным бетоном. Онлайн голосование организовали волонтёры. В нём уже приняло участие 46 тысяч жителей региона. Само благоустройство проходит в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Эдуард Истомин, Дамир Губеев, Вести Ульяновск. Димитровградский музыкальный коллектив «Гармоника» вернулся из российского турне. Участники группы показали слушателям стиль и культуру народных инструментов. А это живая музыка. Её почти 85-90% сразу понимают. Но, к сожалению, в Москве тоже аудитория не обширная. Мы выступали в камерных залах. Но, может быть, это и лучше, потому что не было ни одного микрофона. И вот самая прелесть этого инструмента дошла до каждого слушателя. Проект под названием «Живой источник» зародился в честь юбилея преподавателя. В этом году Станиславу Зевахину исполнилось 70 лет. За 32 года существования коллектива мастер воспитал не одно поколение музыкантов, которые прославляют русские народные инструменты. Коллектив гастролировал не только в крупных городах России. Ансамбль побывал и в ульяновских регионах, преподав мастер-классы сотрудникам местных культурных досуговых центров. Ульяновский впервые прошел хоккейный турнир «Кубок Симбирска». На ледовой арене физкультурно-оздоровительного комплекса «Лидер» встретились любительские команды по хоккею с шайбой среди мужчин 18+, из разных городов России. Однако по итогам турнира тройку лидеров составили команды из Ульяновска. В упорной борьбе первое место заняла команда «Подводная братва». Немного ему ступили крылья и замкнула тройку призеров команда «Лидер». Участниками стали также команды из Буинска, Волгограда и Саратова. Организаторы обещают сделать турнир традиционной мыслью. В следующем году планируют расширить географию участников. На этом наш выпуск подошел к концу. Я желаю вам хорошего продолжения дня и до новых встреч в эфире. Сейчас в Ульяновске плюс 10. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 46%. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин